В этот день, 28 мая 1812 года, был подписан Бухарецкий мирный договор с Турцией. Россия отходили с земли Молдавии. 28 мая 1858 года был заключен Айгунский договор с Китаем, по которому Амурская область вошла в состав России, а Уссурийский край признавался совместной собственностью. В этот день, 1918 года, декретом Суднаркома была учреждена пограничная охрана РСФСР, теперь Федеральная пограничная служба России. 28 мая 1971 года СССР запустил четвертой планете солнечной системы автоматическую станцию «Марс-3». В этот день, 28 мая, родились русский поэт и художник Максимилиан Волошин. Владислав Ходосевич. Паэн. Родная мать Владислава Ходосевича не проявляла особой ласки к сыну. У него была няня и кормилица, ранее потерявшая собственного ребенка и отдавшая сердце чужому мальчику. Лучше всего об этом сказал сам Ходосевич в стихах. «Не матерью, но тульской крестьянкой, Еленой Кузиной я выкормлен. Она свивальники мне грела над лежанкой, Крестила на ночь от дурного сна». Ходосевич буквально врос в богатство русского языка. Через свою почтительную любовь к Державину, к поэтическим философам Тютчеву и Боротынскому. Но на особом пьедестале у него стоял Пушкин. Каждый свой шаг в литературе он проверял через увлечительное стекло поэзии Пушкина и обращался к его стихотворениям во время душевной смуты. Первая же книга стихов Ходосевича «Молодость» вышла в 1908 году. Его заметили, стали о нем много говорить. Жизнь поэта была очень непростой, и представлял собой череду потерь, драм и утрат. Он переживал болезненное расставание, смерть друзей, родителей и возлюбленной, но всегда напряженно работал. Ходосевич был человеком увлекающимся и горячо приветствовал новые идеи, поэтому восторженно принял февральскую революцию. Но Октябрьский уже порядком остыл, придя к выводу, что при большевиках литературная деятельность невозможна, и решил писать разве лишь для себя. Его деятельность в период 17-20-го годов очень широка. Он работал секретарем Третьейского суда, заведовал секцией литературы московского пролеткульта, служил в театральном отделе наркомфроса, заведовал издательством «Всемирная литература». Но в гражданскую сильно заболел, а от голода и холода бежал в Петроград, где Горький выбил для него место в общежитии и паек. Там и вышел его сборник путем зерна. «И ты, моя страна, и ты, ее народ, умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот код». Его слава взрывается, как фейерверк, и Ходосевича признают одним из первых современных поэтов. Но действительность была такова, что угроза расправы буквально витала над головой. Нина Берберова о его решении покинуть Россию. Уцелеть, уцелеть физически и духовно. И сомнения, что можно будет уцелеть, зароились в мыслях Ходосевича. Задавят, замучат, заставят умереть, как позже случилось с Сологубом и Гершинзоном. 22 июня 1922 года поэт покинул Россию. Вскоре всем было уже ясно, что обратный путь заказан. Ведь поэт публиковал филето на советской литературе и статьи о деятельности ГПУ за границей. А пресса СССР уже обвинила его в Белогвардейщине. В 1927 году вышло собрание стихов с новым циклом «Европейская ночь». После этого Ходосевич практически перестал писать стихи. Книга была встречена читателями и критиками очень неоднозначно. Владимир Набоков торжественно провозгласил, что Ходосевич огромный поэт и был в восторге. И Решковский называл его орионом эмиграции, но после таких хвалебных речей Георгий Иванов написал островную и злую статью. Конечно, стихи его все-таки поэзия. Ну и какая-нибудь тундра, где только болото и мох, все-таки природа. И не ее вина, что бывает другая природа, скажем, побережье Средиземного моря. Поэт был буквально раздавлен этой статьей. В его стихотворении «Перед зеркалом» есть такие строки. «Да, меня не пантера прыжками на парижский чердак загнала, и Вергилия нет за плечами, только есть одиночество в раме говорящего правду стекла». Мечта Ходосевича написать биографию Пушкина разбилась, ведь он не имел доступа к российским архивам. Как он сам сказал, «Теперь и на этом, как и на стихах, я поставил крест. Теперь у меня нет ничего». Здоровье Ходосевича неуклонно ухудшалось. Измученный болями, он согласился на операцию, но не смог ее перенести и умер. В июне 1939 года. Похоронен Владислав Ходосевич был на чужбине в предместе Парижа. Редактор субтитров А.Семкин